Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом, бонжур, хеллоу! Мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Было несколько дней перерыва, но... Значит, сейчас мы опять включаемся активно в изучение. Диор Дениння с нами нас смотрит. Все. Значит, шалом. Мы продолжаем изучать, и мы находимся как раз в 32-й отрывок. 32-й отрывок в 8-й главе. Сегодня, с Божьей помощью, должны закончить главу 8-ю. Так, хорошо. Итак, значит, все, собираются что-то сегодня все медленно. Привыкли, наверное, что мы опаздываем. Хорошо. Значит, мы остановились на том, что Тора является планом, и кодом, и материалом, и... Можно сказать, что... Организующим элементом мироздания. И Тора, с одной стороны, она присоединена к Богу, с другой стороны, она присоединена к человеку, который изучает Тору. И в этом взаимодействии между человеком и Богом происходит изменение мира. А если, например, человек не изучает Тору, то он все равно соединен с Богом, но его мышление идет по каким-то другим каналам, то есть идет по каким-то другим информационным структурам, которые могут быть... Ну, то есть, каждый же человек... Интересно, я узнал, что если до 10 лет ребенка не научить говорить, он уже никогда не научится. Что речевые центры отмирают в 10 лет у человека. И интересно, что ребенок рождается, это уникальная вообще, уникальная информация. Не знаю, я ее не проверял, но надо проверить. Что у ребенка, который рождается, у него 80 миллиардов нейронов в голове. А уже к 10 годам у него остается 40. То есть, половина нейронов они отмирают. Почему они отмирают? Потому что они никак не были задействованы. И им для того, чтобы они активировались и задействовали, им нужны были сигналы извне. И если ребенка с детства ты начинаешь развивать, то у него нейроны, они реагируют на внешние сигналы. Там на звуке одно, на свет другое, на действие третье, на сложное действие четвертое и так далее. И когда ты их задействуешь, много идет стимулов извне на разные нейроны, то тогда эти нейроны активируются и они остаются. А те, которые не активировались, они исчезли. Получается, что если, например, воспитать ребенка как Маугли, он будет Маугли. Если воспитать ребенка как, я не знаю, с детства ты штандист, и его с детства давай тяжестями нагружать, будет такой квадратный маленький ребенок. И есть, я видел, например, маленького такого ребенка, есть в книге рекордов Динеса, мальчик 7 лет, который может отжиматься подряд 5000 раз. 5000 раз. И такой крепко сбитый маленький такой китайчик, и он, значит, 7 лет, и он шарашит 5000 раз без остановки он отжимается. Да, значит, что получается, что если человек, он учит Тору, и действует по Торе, и мыслит по Торе, тогда у него есть связь с Богом, и, значит, отлично через эту связь идет в мир Божественный Свет. Если же он мыслит по каким-то другим канонам мышления, то он к Богу не присоединяется, и Божественного Света нет. Получается, что мир этого человека, он отсоединен от Бога. Значит, все, это мы дошли до 31-го отрывка. 31-й был отрывок, что веселиться на Тевель, это во Вселенной, его земли. То есть Тора, как бы, она в конце доходит и веселится вот в этом мире. И она, радость, Бог говорит, радость моя с сынами человеческими. То есть через Тору идет соединение с Богом. Теперь 32-й отрывок. И он говорит, те сыновья мои, как бы, сыновья, это те, которые слушают и слышат, и идут по путям Бога, это сыновья. И будут счастливы те, кто по моим путям идут. Потому что, когда ты идешь по путям Торы, конечно, у тебя счастье, все отлично, все ровненько, все понятно, смерть не пугает, дальше все понятно, здесь все понятно, Бог управляет миром, все понятно. А, например, если без Торы, вот самый, там сейчас считается психолог, очень умный и действительно умный, это Андрей Курпатов, доктор Курпатов, да? У него панические атати, почему? Он знает, как мозг работает, все отлично, все понятно, все непонятно зачем и непонятно, что дальше. И страшно, и идут панические атати. А если ты к Богу обращаешься в молитве и говоришь, хозяин мира, все, значит, я с тобой, ты со мной, чем мне бояться? Как царь Давид говорил, даже на меня тысяча врагов встанет, я бояться не буду. Голиат, ну так что? То есть, и у человека в этот момент внутри наступает вот этот момент счастья, о котором нам говорил царь Соломон в 32-м отрывке. В 32-м отрывке. Теперь мы переходим к 33-й отрывок. Шиму Мусар в Эхахаму. Слушайте Мусар, слушайте наставления, в Эхахаму, и вы станете умудритесь, попадет к вам божественная мудрость. В Эль Тифрау. И не раскры... Лев Тифрау, это как, не будьте расхрыстанными такими, есть такое слово, вот не будьте такой вот раскрыстанными, да? Что это значит? Значит, как мы уже знаем, что Тора, в принципе, Тора это абстрактное знание. То есть, нет никаких доказательств. Все, что я говорю, там, Бог, Тора, информационные структуры, миры, там, какие-то духовные миры, оно все это прямо, оно и называется духовное, потому что его нельзя зацепить органами чувств. Оно не воспринимается. Теперь, но есть те, которые пророки, которые туда вышли и получили информацию. Машер Абейну, пророк, там было 300 тысяч пророков. Теперь, и получили информацию, что это именно так. Вот это Бог, он непостижимый. Вот это мироздание, он его создал. Вот это законы Торы, это заповеди. Все. Хочешь верь, хочешь нет. А что за заповеди? Заповеди, в субботу нельзя работать. Вот евреи не могут в субботу после захода солнца делать никакие виды работ. А какие 39 видов работ нельзя делать? Те, которые были использованы при строительстве мешканом. Как бы противоречие. То есть, строили храм для Бога, а в пятницу прекращали строить, потому что нельзя делать эти виды работ. И нам теперь нельзя делать эти виды работ с захода солнца, а не с выхода звезд, например, или не с утра. Почему? Закон. Так Бог сказал. И человек, когда он сталкивается с Торы, у него внутри возникает противоречие. Он говорит, секундочку. Пощупать можно? Нельзя. Доказательства есть? Нету. А у него внутри специально так сделано, что тело человека это животное, обезьяна. И у него внутри все его желания. Они говорят, если я хочу в субботу поехать куда-то, я хочу, я поеду. Это говорит его животное хочу. А ему разницы нету. Суббота или воскресенье для животного дней недели нету. Оно не разбирается в днях недели. Теперь получается, что вот эта Тора, в которой нет доказательств, и которая одета сверху на животное, которая в принципе не мыслит и доказательства не воспринимает, а действует только через хочу вожделение, то получается Тора, она все время входит в противоречие с животным. И даже нет доказательств, и с логикой, представляете? То есть, насколько тяжело Торе, как бы человеку соединиться с Торой, оно идет против логики, потому что многие законы Тора, они нелогичны вообще. То есть, нету там логики. Это хутим, это постановление царя. Специально так сделано. И второе, что эти законы Торы, они идут в противоречие с желаниями. Что мы отсюда видим? Что есть такая штука, которая называется наставление, мусар. Мусар это часть Торы, которая говорит, смотри, ну, весь же вопрос в том, хочешь ты с Богом соединиться или не хочешь? Если ты хочешь, так ты найдешь возможность. Если ты не хочешь, так ты найдешь причины. И тут главный вопрос, хочешь или не хочешь? Если ты хочешь, то есть, ты выбираешь, я вот, я все обдумал, обмыслил, посмотрел, хочу быть с Богом, все, хочу. В этот момент тебе Тора, внутри Торы, дает такую специальную систему, которая называется мусар, наставление. И она говорит, тогда ты можешь взять под контроль свое животное. И можешь взять под контроль свои сомнения, потому что мы сейчас как раз мишли и изучаем, это как раз вот эта часть Торы, как взять под контроль свое животное и как взять под контроль свои сомнения. По логике, по логике, все-таки, если посмотреть, продумать, как бы посмотреть, есть логика в том, что действительно пророки получили Тору, она передается, есть доказательства, что глобально, те, кто живут по Торе, еврейский народ сохранился только благодаря Торе. И он сохранился уже больше двух тысяч лет в изгнании, и мы видим, как еврейский народ сохраняется, потому что, как только еврей уходит от Торы, то через два поколения он уже не еврей. Был такой Мендельсон, который ушел от Торы, это была скала направления в Торе, просвещенцы такие, был Мендельсон, Мойши Мендельсон, который перевел Тору на немецкий язык, и он говорил, будь евреем дома, в душе, а немцам на улице. Его все внуки уже были христианами, и к евреям не имели никакого отношения, все женились на неевреях, а уже четвертое поколение исчезли. То есть, даже те, которые отходят от Торы с хорошими побуждениями, типа, я буду, ну, как бы, просвещение и так далее, они исчезают. То есть, мы видим, что только Тора сохраняет еврейский народ, но так сохраняет, что на сегодня, если мы посмотрим, две тысячи лет назад евреи вышли из Израиля, римляне разрушили второй храм, где сейчас римляне древние, нету римлян, древний Рим, нету, где все их боди, нету, где все их вот эти вот там пантеоны, храмы там и все, нету, где евреи сейчас, как были евреи такие активные, интенсивные, так они и есть. Тора это жизнь. Почему? Потому что она соединяет с Богом, который жизнь. Все. Поэтому, если кто хочет, если кто хочет, как бы взять эту Тору, божественную мудрость и соединиться с ней, то тогда есть мусар. Мусар, главное слово в мусаре, вот Иска Каминский знает, он, я его помню, чем мы в Ешиве вместе учились. Главное слово в мусаре это страх. Страх перед Богом. Человеком, вот этим животным, управляет страх, больше всего инстинкт самосохранения. И когда ты берешь этот страх и говоришь, я знаю, что есть Бог, и Он хозяин мира, и от Него все зависит, и ты начинаешь его бояться, в этот момент только страх может заставить это животное подчиниться интеллекту. А как заставить интеллект подчиниться Торе? Богу изучает Тору, и понятно, что ничего лучше нет, потому что, в принципе, альтернативы нет. Любая идеология, которую предлагают как замену идеологии божественной, она не выдерживает никакой критики. Ни коммунизм, ни какой-нибудь там агностики и так далее. Все выдуманное, высосанное из пальца и не дает опоры. То есть, логически к Торе можно прийти от обратного. Альтернативы нет. Нет никакой альтернативы. Нет другой идеологии, зачем человек живет, для чего жизнь, как строить жизнь, нету. Поэтому, значит, 33-й отрывок говорит царь Соломонам, послушайте наставление, и тогда вы умудритесь, и не будете вы раскрыстаны. Потому что, как только ты уходишь от Торы, называется процесс возвращения к Торе, он называется ляхзорбитшува. Вернуться к ответу. То есть, есть ответы на все вопросы. Вот задай любому раввину вопрос, он тебе ответит на... у него есть ответы на все вопросы, да? Теперь, как называется уйти от Торы, ляхзорбитшува, вернуться к вопросу. То есть, все, кто ушли от Торы, они все время говорят, а я не знаю, а кто сказал, а почему нет. И вот это вот они живут в своей вот этой путанице, и то, что здесь прямо написано, царь Соломон сказал, не будьте расхрыстаны. Они живут расхрыстанно, у них нет никакой системы в жизни. Тридцать четвертый отрывок. Ашры Адам Шуме Али. Говорит царь Соломон от имени Бога, от имени Торы. Говорит он так. Счастлив человек Шуме Али, слышащий меня, слушающий меня, счастлив человек такой. Лишкот Альдалтатай Йом-Йом. Который настойчиво изучает каждый день у ворот моих. Каждый день Йом-Йом. Недостаточно, вот это интересно, я на своем опыте знаю. Если не учишь Тору каждый день, это как не тренироваться каждый день, не мыться каждый день. То есть тебя сразу попускает. Вот человек помылся, например, и говорит, да я чисто уже, все, месяц могу не мыться. Нет, ты и завтра должен мыться, и послезавтра, и каждый день ты должен мыться. То же самое с Торой. Если ты не учишься каждый день настойчиво, то сразу попускает. И дальше он продолжает. Лишмор Мизузод Псахай. Сохранять, охраняя Мизузод Птахай. Мизузод это косети моего дома. Моих входов. Теперь тут интересная вещь. Когда ты учишь Тору, когда ты учишь Тору, то ты все время, пока ты учишь, ты сохраняешь вот это состояние. То есть ты ее не теряешь, сохраняешь связь с Богом. Но в какие-то моменты, в какие-то моменты, причем эти моменты у меня лично наступают раз в две недели, может раз в неделю, иногда раз в месяц, иногда там чаще. В какой-то момент ты учишь Тору, и тебя вдруг и уносит вот в ту духовную реальность, то есть ты начинаешь реально чувствовать от этого приход. То есть это ты создаешь усилия снизу, то есть ты учишь, ты стараешься, ты каждый день изучаешь, ты что-то прилагаешь усилия. Но в какой-то момент тебя цепляет сверху. То есть все равно Тора это не математика, Тора это не английский язык, Тора это связь с Богом. И только за счет твоих вот этих вот усилий, это как ты каждый день упираешься, 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 потом оп, тебя поднимает на какое-то духовное осознание. Потом опять опускает, и ты такой опять учишься, учишься, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом оп, опять тебя поднимает. Это то, что здесь написано, что счастлив человек, который слышит меня, который каждый день стоит у ворот моих, и который сохраняет, ждет у вот этих вот, ждет открытого этого петаха, входа, каждый день. Теперь дальше. И вот 35-й отрывок, говорится, для чего ему ждать. Тимоци, тот, кто меня нашел, маца хаим. Тот, кто меня нашел, нашел жизнь. Ваефек рацион мяшем. И он вытаскивает свой рацион, свое желание от Бога. Это вообще нам такое дано обещание сейчас невероятное. Значит, жизнь, что такое жизнь, да? Жизнь, ну, можно сказать, что физическая, физическая, вот, например, мы возьмем, был такой Ариэль Шарон. Ариэль Шарон, он был премьер-министр Израиля, его назвали бульдозер, танк, военный герой. Потом он отдал Гушкакив. 9-го ава он отдал часть Израиля, вообще непонятно. Там просто, ну, это совершенно было все непонятно, ничего это не дало. И так далее. И отдал он Гушкакив, причем, что интересно, когда он подписал этот отдать Гушкакив, то это было, ну, не знали, за долгое время, он же не жил по календарю религиозному, по лунному календарю. Назначили на какой-то август отдать этот Гушкакив. Потом ближе начало приближаться, а это 9-ая ава, день разрушения храма. Ему его предупреждали, нельзя это делать. А он почему это сделал? Есть такая версия, в это время были против него и против его сыновей судебные разбирательства, за взятки. И это, вот когда он подписал отдать Гушкакив арабам, то это просто затмило все там и так далее. В общем, он отдает Гушкакив и впадает в кому. И он лежал в коме между жизнью и смертью, лет, наверное, 6 или 7 он лежал. 6 или 7 лет он лежал, как овощ без движения, ну, то есть и не умер, и не жив. Можно это назвать жизнью? Это нельзя назвать жизнью, то есть его тело еще, в нем теплила жизнь, но его уже не было. И потом он кома, все, ушел в какой-то момент, отключился. Жизнь это когда ты осознаешь, то есть жизнь это осознание. И жизнь, она не обязательно должна быть в теле. То есть мы привыкли, что жизнь, она возможна только в теле. Но я вот читал буквально недавно, как умирал один из садиков, Коц Тиребе. И Коц Тиребе, он говорил, я не понимаю, почему люди боятся умирать. Вот он уже это говорил перед смертью. Это процесс, он похож, когда ты из темной комнаты переходишь в светлую. Все. То есть тебе здесь, у тебя еще твое тело, твое восприятие, оно затемнено. А когда ты выходишь из тела, у тебя твое восприятие, оно открывается. Он говорит, я не понимаю, почему люди боятся. Или как умирал там Папа Любавич Сковоребе, Левицкак. Он, когда уже подошел к моменту смерти, он говорит, ну все, пора переходить на ту сторону. Все. Теперь тот, кто нашел Тору, тот, кто нашел, и он при жизни соединился вот с этим вот восприятием себя, своей личности, которая находится все равно, все время в духовном и виртуальном пространстве. Своя связь с Богом, заповеди и так далее, он не боится умирать. И поэтому здесь написано, тот, кто мотси, тот, кто нашел меня, нашел Тору, в которой это все изложено, рассказывается, и которая дает эту возможность. Маца Хаим, он нашел жизнь. Дальше идет. Веяфек, рацион Меашем. Значит, и вытащил он свой рацион от Бога. Человек живет в этом мире, двигаемый своим желанием. Рацион на иврите, желание, да, это то же слово, как ляруц, бежать. Рацион ляруц, это тот же корень, бежать. То есть, у человека есть внутри вот этот вот двигатель, который называется желание. И мы, когда покушали после еды, говорим в конце, у мазбилы холь ха рацион, который насыщает желание, то есть, мы говорим про Бога, он насыщает всего живого желания. То есть, все живое что-то хочет, корова хочет траву, на тебе траву. Человек хочет там что-то, на тебе это. То есть, это первое объяснение. А второе, мазбилы холь ха рацион, он дает каждому живому желание. Потому что, если бы не было этого желания, двигателя, то живое не двигалось бы никуда. Травинка, она тянется вверх, там, человек, он тоже куда-то тянется. То есть, все живое, оно, пока оно живое, оно куда-то двигается. И вот этот Бог насыщает всему живому эту силу. Теперь, ну, есть, мы учили в Пертеявод, мы учили одну очень интересную мишну. Там было написано так, что То есть, человек, который не учит Тору, куда его рацион направлен, куда его желание направлено. Инстинкты, зависть, маркетологи. Глаза видят, сердце хочет, рутиноти делают. То есть, его желания, они, как бы, разновекторны, и они, они производятся чисто механическими способами. Теперь, когда человек начинает учить Тору, и он соединяется с Богом, то он вытаскивает желание из Бога. И, а какое желание Бога? Делай заповеди. Ты начинаешь делать заповеди, то есть, ты выполняешь желание Бога, и ты в этот момент входишь в резонанс с Богом. Ты становишься, как бы, продолжением Бога, когда ты делаешь заповедь Бога, ты его шалех, посланец. То есть, он сказал тебе, делай, и ты делаешь. И когда ты вытаскиваешь желание свое из Бога, то есть, ты делаешь желание Бога, в этот момент ты с ним входишь в резонанс. Делай его волю, как свою, чтобы он выполнил твою волю, как его. И те люди, которые начинают действовать по желанию, по путям Бога, потом, когда им что-то надо, какие-то жизненные пути, какие-то молитвы, какие-то там нюансы жизни, они у них начинают идти очень хорошо, потому что он уже, как бы, с Богом двигается синхронно в гармонии. Понятно, да? Это 35-й был отрывок. Кимотси, кто нашел меня, Мацахаим, он нашел жизнь. Вэйафек, Рацон Миашем. И он вытаскивает свое желание из Бога. И последнее, что я хочу сегодня сказать, что в самом слове Хаим, жизнь на иврите, скрыто, оно в нем уже зашифровано, суть того, что мы здесь изучили. Хаим, это множественное число. Вообще, жизнь это хай, живой это хай, и слово, вот, окончание им на иврите, это жизни. Дословно, нет слова жизнь на иврите, есть слово жизни. И тот, кто, у кого есть вот это Хаим, жизнь, у него на самом деле жизнь есть только в случае, если у него есть и духовная жизнь, и материальная. Потому что если у него есть только материальная жизнь, это не жизнь. Жизнь это жизни, когда ты и здесь живешь, и в духовном мире ты живешь. Тогда у тебя цельная жизнь. То есть на иврите слово жизнь есть только во множественном числе жизни. Все остальное жизнью не является. Понятно? Все, чтобы у нас было много жизни в материальном, в духовном, чтобы мы выполняли то, что здесь написано, и с Божьей помощью, чтобы было у всех гармония, удача, здоровье и главное счастье. Вот здесь много говорится про счастье, про веселье, чтобы было много радости и счастья. Все. Всем хорошего дня. Напишите свои выводы, чтобы запомнить то, что для вас было важно. Поделитесь своими выводами. Осе Хаим, говорит Максим, и пошел он делать Хаим. Пошел он делать жизни. Все, удачи, успехов всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok